Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Ко мне обратился один из подписчиков с таким вопросом. DarkSynth. Это Ник. Здравствуйте! Понравились ваши видео? Однозначно лайк. Но есть у меня вопрос наболевший. Машине 30 лет. Я вынужден оставить ее на улице на 4 года. Если чехлом не накрыть, то краска выгорит. И салон, и резинки скончаются на дожде и на солнце. Подскажите грамотный способ законсервировать на длительный срок. Без гаража. Заранее благодарю дядька. Дядька, заранее благодарю. Друзья мои, из-за сложившейся тяжелой обстановки, которая происходит сейчас у нас, многие люди уехали то в Россию, кто допустим на территорию Украины, кто в ДНР, ЛНР. И родственники остались допустим здесь или там разбросало людей в разные стороны. И многие хотят своим близким или родственникам помочь финансово. Но из-за того, что перекрыты денежные потоки, всевозможные переводы, сделать это не могут. Если вы хотите помочь какому-то из своих родственников, допустим с России на Украину, с Украины в Россию, с России в ЛДНР или с Украины в ЛДНР, а также обратно. То есть если вы хотите какую-то оказать финансовую помощь своим близким родственникам, у меня есть уникальная возможность помочь вам с этим вопросом. Ну друзья мои, консервация это конечно дело скурпулезное и к нему нужно подходить действительно с осторожностью. По той причине, что не каждые консерванты нормально подходят к кузову вашего автомобиля. Я бы рекомендовал бы консервировать именно воском. Есть специальные мастики на основе воска. Те же полировальные мастики. Можно взять просто полировальную мастику. Да, друзья мои, именно полироль восковую взять. Аппликатор обычно идет в комплекте, такой поролоновый кружок и просто по всему кузову нанести, не стирая именно слой воска. Нанесите полностью по лакокрасочному покрытию слой воска и дайте ему подсохнуть. И оставьте его в таком состоянии. Все резинки, допустим дверные, можно также обработать либо этим воском, либо можно взять аэрозоль силиконовую. Силиконовой аэрозолью тщательно обработать эти все резиночки перед консервацией. А потом взять чехол. Но друзья мои, не берите тяжелые брезентовые чехлы, которые бьют от ветра и царапают лакокрасочное покрытие. Берите более тонкие чехлы, есть они уже в продаже, именно не брезенты, а специальные там плащевые ткани. Вот, и возьмите, заверните плотненько кузов вашего автомобиля так, чтобы сильно его не подрывало на ветру. И оставляйте, пожалуйста, на 4 года. Я думаю, что это оптимальный вариант. Единственный момент, конечно, друзья мои, учитывайте, что диски тормозные за 4 года на улице обязательно поржавеют. Это неизбежно. Потом придется какое-то время их пришлифовывать. Возможно, даже залипнут тормозные колодки, а наносить туда консервационную смазку, как вы понимаете, именно на тормоза ни в коем случае нельзя. То есть, это такая ситуация, которую, ну, наверное, неизбежно придется потом устранять. После, так сказать, последствий этой длительной стоянки. Конечно же, лучше всего это поставить где-то в гараже, чтобы автомобиль стоял в гараже. Но, я так понимаю, что у вас просто в этом нет возможности. И еще один момент я вам рекомендую, друзья мои, когда вы будете оставлять на долгий срок ваш автомобиль, то внутрь в салон возьмите несколько старых целых носочков, туда насыпьте силикагель и разложите, скажем так, пустите 4 пакетика где-то под сидениями вашего автомобиля, чтобы этот силикагель постепенно забирал всю остаточную влажность с салона вашего автомобиля. Это предотвратит окисление ваших контактов в дальнейшем. И через 4 года вы свободно сможете выбросить этот силикагель. Можно, конечно, его не насыпать в носки, а просто взять несколько коробок из-под обуви, допустим, насыпать туда ровным слоем и разложить по салону. И пусть так остается. Друзья мои, да, действительно, силикагель очень хорошо справляется с впитыванием влаги с воздуха. Он отбирает влагу с воздуха. И контакты, всевозможная электроника ваша будет в порядке после долгой стоянки. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх. Подписываемся на этот канал, а также на мой канал в Дзен. Вот QR-код. Наведите камеру своего мобильного телефона на этот QR-код и перейдите по ссылочке и подпишитесь. А если вы смотрите меня на мобильном телефоне, то, друзья мои, просто под этим видео в описании, там есть тоже ссылочка на мой канал Дзен. Просто на нее нажмите, перебросит вас на мой канал в Дзен. И обязательно подпишитесь, чтобы мы всегда с вами оставались на связи и не потерялись. Задавайте вопросы в комментариях, будьте здоровы. Всем пока.